Забайкальская осень Забайкальская осень Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые педагоги, жители города Могуча и просто любители литературного искусства. Действительно, осень шагает по стране. И мы сегодня, несмотря на такой день дождливый, наверное, собрались в этом зале с великим удовольствием, чтобы поприветствовать наших гостей. Это членов общества писателей Российской Федерации. Сегодня мы с вами узнаем о их творчестве, они поделятся своим искусством, получим новые познания. Я же желаю вам конструктивного разговора, новых творческих познаний для детей, новых успехов для наших преподавателей. Ну и, конечно же, всем любить свою малую родину, наше любимое Забайкалье. С праздником, дорогие друзья! На этом мероприятие разрешите считать открытым. Идея литературного фестиваля «Забайкальская осень», ставшего значимым культурным событием края, зародилась еще в 1965 году. А в 2021-м празднику исполняется 56 лет. Только за первые пять лет своего существования Забайкальская осень встретила таких именитых гостей, как Яков Ахим, Булата Куджава, Леонид Соболев, Вильни Патов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Александр Вампилов. Для каждого человека интересно все, что связано с историей родного края. Многие пытаются внести свой вклад в ее изучение. Ведь в жизни даже такого небольшого района, как наш, всегда есть место для открытия. Да, прекрасен наш район своими лесами, реками, подземными богатствами и, конечно же, людьми, прославившими родные края. Во мне понятно странное название, Молюба, а на сердце моему, могучий город моего желания. Всегда стремлюсь я всей душой к нему. Стоит моя красавица таежная, В долине рек сиреневом дыму. Могучая для меня большая Родина, И потерять ее я не могу. Она на каждой карте не отмечена, Но сердце безошибочно найдет. Местечко в Забайкалье неприятное, Средь сопов, где богойник наш цветет. Стоит моя красавица таежная, В долине рек сиреневом дыму. Могучая для меня большая Родина, И потерять ее я не могу. В краях далеких все мы побывали, Да только сердце птицею летит назад, И отступают все мои печали. Родной мой город встречи всегда рад, Стоит моя красавица таежная, В долине рек сиреневом дыму. Могучая для меня большая Родина, И потерять ее я не могу. Стоит моя красавица таежная, В долине рек сиреневом дыму. Могучая для меня большая Родина, И потерять ее я не могу. Прозвучала песня в исполнении Ларисы Корягиной. Автор слов, поэт Наталья Владимировна Баркова. Родилась и проживает в Могучи. Она номинант Международной премии «Филантроп» в 2002 году. Принимала участие в краевых смотрах художественного творчества, Занимала призовые места в конкурсах литературного жанра. В 2004 году вышел первый сборник ее стихов «Хочу жить». В 2010 году «Слышу сердцем». В своих стихах Наталья Владимировна выражает свои чувства, Мысли, описывает красоту природы. Ее стихи лиричны, искренни и гармоничны. Ольга Александровна Коптьева. Родилась в Новосибирской области, Но судьба ее связала с забайкальским поселком Амазар Могочинского района. Она пишет не только стихи, но и прозу. Темы ее произведений различны. Это деревенский уклад жизни, Любовь к родине, Меткие детские выражения, Репортажи о клубных поселковых мероприятиях. В свет вышли четыре ее книги. Юмористические зарисовки, Мухахаба, Ладушка лета в деревне, Край, где слагаются стихи. Также она печатается в Альманахе вместе И русские колокола. В журнале «Заваленка», В газете «Могочинский рабочий». На сцене Ольга Коптьева С театрализацией своего произведения. Встречайте! «Ой, стой! Стой! Ой, упадешься! Ну вот куда ты лезешь? Ой, стой! Стой! Куда? Ой, здравствуй, люди добрые! Вы, которые вызвали, что ему готовят. Такой урожай, короче, И убрали все. А на утро Заво его к завтраку, А он встать не мог. И награды у меня разваливаются. Что делать? Пошла я в наркоптеку. Пришла, а там закрыта. И объявление бесит. Приехала за литарство в город, а уже завтра. Расстроилась, что делать не знаю. Тут идет соседка моя. И говорит, что случилось? Ну я расскажу, вот такое дело. Она говорит, идем ко мне, есть у меня вежное средство. Потребит ней аналитичность. Просет у нее истину. Она вала листик, истину руками это воин. Вот так потрешь, потрешь, с точки соком выдуваешь, и хорошенько ему в поясницу втирай, стирай. Ну от вежное средство сразу все вылетит. И убрали. И кубличке, вот еще, как пасть, еще ругода стала, а может так, намажешь ему потом в другой раз пригодится. Я пришла домой, говорю, лечить себя будем бед. Расстерла как надо листочки. Стираем, стираем, стираем. Он живет, пока он. Я говорю, хорошо, подбивать будет. Я говорю, вот еще финал горный есть. В другой раз нам вам можно. Лечиться так лечиться. Маш, все, и погуще. Намазала я ему погуще. Он немного побежал. Пойду мыть во двор. Слышал во двор. Забегает. Ты что мыть не сделала? Ты что мыть не сделала? Все у меня наставило. Вниз протекло. Печать не могу. Давай быстрее таз мне кладать. Ужок, мыл, 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 оттирал, оттирал. Но верное средство помогло. Вы знаете, что? У нас такая потомшенья ночь была, как первую брачную. У нас становилось все полностью. Верное средство помогло. И вам желаю счастья и здоровья. Люди добрые. Красников Валентин Степанович. Родился в городе Могочин. Трудовую деятельность начал на железнодорожном транспорте. В редакцию Могочинский рабочий пришел в 1971 году. Лид сотрудником. Дважды был ее редактором. Три года работал заместителем редактора газеты «Будь Ленина» в поселке Чернышевск. По нескольку лет с обкором в газетах «Народная газета» и «Забайкальская магистраль». Печатал свои рассказы, кроме упомянутых газет. В «Комсомольце Забайкалья» на боевом посту «Забайкальский рабочий» читал литературное «Слово Забайкалья». Издал два сборника рассказов «На дальней станции Сайду» и «Территория любви», а также художественно-публицистический сборник «Вижу цель». В 2021 году вышла в свет его книга «Опыт дилетанта» или «Широка страна моя родная». Полинцин Степанович, просим вас на сцену. Здравствуйте! Ну я так постараюсь, Бергский. Я родился и вырос могучий, думаю, была возможность уехать куда-то на юг, в Читу, но как-то так не сложилось, не решилось, потому что все-таки я считал, что там, где родился, надо там жить до конца дней своих, потому что это нечто большее, наверное, предупредлено. Поэтому писательно, конечно, быть не мечтал, газетчикам, да, поэтому судьба моя сложилась в том, что пришлось работать больше в газетах, в районных, в двух региональных, ну и встать где-то лет 11, наверное, больше проработал при секторе Могурске подведения дороги. Конечно, это время было потеряно для писания каких-то рассказов или других более крупных вещей, но я не жалею, потому что то, что происходит, я считаю, так и должно быть. Нам не дано предугадать, как это все будет дальше. Поэтому те книги, которые вышли у меня, я только их не считаю, писательским сюжетом, это те книги, которые просто как-то, наверное, отображают мою жизнь, жизнь других людей, о которых я там пишу. Поэтому я всегда себя стромно называю все-таки газетчиком, даже не журналистом, и это не то, что скромность пикает, а это на самом деле ощущение себя в этой жизни именно таким человеком. То, что дальше произойдет, я не знаю, потому что если Бог даст мне прожить еще немножко, я себе поставил цель прожить 121 год. Поэтому для того, чтобы хоть писать, не надо, наверное, трудиться каждый день и писать хотя бы по 5 строков мира, лишь в свое время. Поэтому если получится еще написать, я думаю, у меня задумки есть, выйдет, наверное, пятая книга, может быть, по шестой. Всем спасибо. Жаркова Галина Петровна родилась в городе Могоча. Первое свое стихотворение она написала уже в зрелые годы, после просмотра передачи о военных действиях в Чечне. Чувство боли, обида, горе и безысходности переполнили сердце и выплеснулись в стихотворении «Потерпи немного мать», которое было опубликовано в районной газете «Могочинский рабочий». Затем появились стихотворения о Забайкалье, о родном городе, природные зарисовки. Первым вышел в свет поэтический сборник «Песня осени» в 2001 году. Но так получилось, что семья Жарковых покинула благополучный быт города Могоча и переехала в далекую Новосибирскую область. И там в 2004 году издает свой второй сборник стихов «Время пришло жить». В 2009 году выходит ее книга «Дары любви». В 2011 сборник «Вновь придет рассвет». Галина Жаркова – самобытный поэт-лирик. Ее поэзия идет из самого сердца. Она о добре и зле, о правде и ее торжестве, о свете любви и красоте природы. И, конечно же, немаломажное место в ее творчестве занимает тема «Малой Родины». Послушайте, пожалуйста, одно из последних ее стихотворений. Новое стихотворение написало и посвятило его врачам, которые в наше тяжелое время борются вот с этой инфекцией. Воины в белых халатах на самой передовой, в стерильных больничных палатах, вступили в смертельный бой. Ни пули, ни видимый вирус, страшнее любых гранат, всему угрожает миру. И это опять война. Люди, в халатах белых пред вами склонился мир. Вам, самым стойким и смелым, поклонимся до земли. В это время лихое мы молимся, просим вам сил. Мы дома, но нет нам покоя. Господь, сохрани их. Спасибо. А также хотелось сегодня напомнить и о других прекрасных писателях и поэтах нашего района. Алексей Квичастый, Оскар Хавкин, Владимир Волков, Геннадий Маслюков, Юрий Мартыненко. На сцене Анна Иванова. Встречайте! С праздником! Солнце ярко светит, и смеются дети. И мы рука в руку идем с тобою рядом. И говорить не надо, все ли так понятно. И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами все голосовые ярче, чем на Матарской. Чтобы простая жизнь, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети отрадовались. Я желаю мира, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом, любимые, и вся моя родня. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце, я в чеченном Адакаскаре. Желаю, чтобы над вами сияло солнце, я в чеченном Адакаскаре. Желаю, чтобы над вами сияло солнце, я в чеченном Адакаскаре. Желаю, чтобы над вами сияло солнце, я в чеченном Адакаскаре. Желаю, чтобы над вами сияло солнце, я в чеченном Адакаскаре. Желаю, чтобы не было солнце, я в чеченном Адакаске. Желаю, чтобы над вами сияло солнце, я в чеченном Адакаскаре. С праздником! Дни проведения Забайкальской осени по традиции определяется имя обладателя губернаторской премии имени Михаила Евсеевича Лишнякова в области литературы. И в 2021 году победителем 12-й премии губернатора Забайкальского края имени Лишнякова в области литературы стала детская писательница Алла Георгиевна Азарнина. Она родилась в Чите. По совету родителей получила медицинское образование. Затем закончила историко-филологический факультет педагогического института. С детства увлекалась литературой. Мечтала стать писателем. Является членом Союза писателей России. Алла Георгиевна, приглашаем вас на сцену! Здравствуйте всем! Я вот не могу понять, тут дети-то есть? О, так, ой, здравствуйте! Значит, я только с вами буду говорить, а остальное мы время не оставим. Договорились? Ну, у меня есть о чем говорить с вами. Но сначала, я скажу взрослым, вообще хорошо меня слышно? Нормально я владею вот этим вот микрофоном-то, да? Я вообще проработала 10 лет на телевидении, и могу микрофоном вот так вот только говорить. А само это сложно вообще, сложно. Ну, ладно, ребят, я немножечко добавлю, ну и взрослые тоже, про Забайкальскую осень. Дело в том, что ее инициатором был Георгий Рудольфович Граупин. И знаете, как тогда было? Тогда же не было ни интернета, ничего не было. И, значит, к этой Забайкальской осени решили, чтобы во время Забайкальской осени провести первый дальневосточный семинар молодых литераторов. Значит, Дальнего Востока и Восточной Сибири. Но было же очень сложно, значит, для этого надо было, во-первых, отобрать и жюри, и тех людей, которые будут принимать участие в этом семинаре. И представляете, значит, вот каждому участнику семинара приходилось печатать свои произведения на печатной машинке, причем в нескольких экземплярах. И рассылали, вот этот вот был поток, почта приходила в Читинское отделение Союза писателей и тогда СССР. Значит, там были кучи-кучи вот этих вот рукописей, потом эти рукописи рассылались членам жюри, потом снова возвращались. И вот это вот была очень серьезная подготовка. А, ребята, вы знаете, как начиналось Забайкальская осень вообще? Я сегодня в каком-то классе рассказывала. Вот, да, я еще раз расскажу, можно, ребята? Вы не представляете, что это было. Ну, вот мы уже с ребятами, значит, поговорили. Если бы кто приехал-то из певцов сюда, скажите-ка. Ну, вы сказали, Киркоров, это не ваш. Не Киркоров, не Киркоров. Ну, короче, кто-то там, те, которых любят, детей. И вы представляете, вот вашу площадь, да? И все бы туда, туда бы прибежали посмотреть на вот это чудо эстрады. И вот то же самое было во время Забайкальской осени. Там были толпы людей. Там вот писатели, которые приезжали. Ну, там же был книжный базар. И к нему просто вот огромная очередь стояла для того, чтобы получить книжку с автографом. Вот это был самый настоящий праздник. И такой праздник, вот такой вот просто вот гигантский. Он просуществовал очень долго. Ну, к сожалению, не так уж очень. Наверное, лет 15-то всего. А потом, понимаете, наступили 90-е годы. Товарищи, как это было страшно. Вот я помню, еще Евгений Куриной был, наверное, последний на своей... Нет, еще ему оставалось жить, наверное, года три. И вот, значит, у нас встреча писателей в нашем драмтеатре. И вот так смешно, гостей тогда уже не было. На сцене сидят члены Союза писателей России. А мы, просто литературный актив, нас человек пять, наверное, сидели в зале. Представляете, и мы боялись, что этого праздника уже никогда не будет. Однако же, вот смотрите уже, кто-то у меня из детей сегодня умел считать, да? Сколько лет? 56, да? 56-й раз мы отмечаем этот праздник. Ну вот, что я хочу сказать. Вот эти вот книжки я привезла. Ко мне подходили девочки, хотели приобрести. Я их много привезла, потому что я же думала, что как-то будет объявлено о том, что мы привезем книги. Но вот если кто-то захочет приобрести, подходите. Или мы с вами просто договоримся, я вам отправлю. Я пока дам слово своим, ну я не знаю, как тут по сценарию-то, да? Своим коллегам или что-то будет еще. А потом, если что-то, мы еще с детьми, наверное, пошушукаемся. Нам будет о чем поговорить, правда? Да. Да, конечно. А потом еще историю расскажу вам. Ну сейчас я серьезно, а потом я смешно. Микрофон. Ой, да и конечно же. С микрофоном ушла. Самоголубый. Я детям расскажу потом историю. А может и взрослым. Да, можно. Родилась в Более, Читинской области. Медик по образованию. До 2001 года работала главной сестрой территориального центра медицины катастроф в городе Читан. С 2001 года занимается предпринимательской деятельностью в поселке Жирикен Забайкальского края. Член Союза писателей Российской Федерации. Член Забайкальской краевой общественной писательской организации. Галина Алексеева, приглашаем вас на сцену. Добрый день, дорогие соседи. Большой вам привет от Черношевской земли. Я живу в Жирикене. И нам повезло. У нас в поселке два писателя. Мы оба приехали сегодня сюда. И третий наш писатель в Черношевской районе – это Юрий Маттаненко. О нем уже вы говорили. Вернее, здесь говорили. Я приехала не с пустыми руками. Я привезла вам тоже в подарок свои книги, которые вышли в 20-м году, в 21-м году и которые вышли давно. Я просто хочу показать вам книгу, которая вышла у меня самая первая. Вот эта книжечка, с нее начиналось мое творчество. Она вышла в 2011 году. Моим учителем был Олег Афанасьевич Димов. Мы с ним знакомы. Вы, наверное, знакомы, знаете этого писателя. Замечательного писателя, который, к сожалению, ушел от нас. И я к нему приходила с тетрадками, написанными, исписанными шаликовой ручкой. И он читал мои рассказы. Вот я сейчас, по прошествии стольких лет, после учебы, после того, как у меня вышло два романа, фэнтези, три сборника рассказов, сборник о добре, зле детских сказок и рассказов. Я понимаю, насколько это были, ну, несовершенные произведения, но он, тем не менее, дал мне дорогу в жизнь. Он, когда прочитал мои рассказы, маленькие, короткие, он сказал, давай их напечатаем в поиске у него в издательстве. Я говорю, да, мне же вроде бы как-то не очень. Он говорит, давай напечатаем, иначе ты так и будешь с ними ко мне с тетрадкой бегать. И вот на этой фотографии дом, который находится в народнике ключи. И первой героиней моего рассказа была бабушка, прозвища у которой была Комарья. И вот этот рассказ юмористический, я его как написала, вот прям вдохновленный этим рассказом, про нее, что я его, вообще я свои рукописи вправлю бесконечно. И если я переиздаю вот «Тайны зачарованной земли», это, ну, как бы первая книжка, которая вот вышла вместе с Комарью, вот здесь на фотографии. Она была мной переиздана, отредактирована с московским редактором, уже, ну, так, в хорошем состоянии. И вот у этой книжки даже СБН нет. Ну, если кто пишет и издается, те понимают, что такое СБН. Это знак, который присваивается к книге, и ее заносят, ну, то есть она уже, как бы, настоящая книга. Так вот, вот эта Комарья – ваша землячка. И я ее тут, как говорится, увековечила. Вот в этой книжке. Не буду о всех книгах рассказывать, расскажу о своей последней книге. Это роман «Мнести прощения». Потому что в этой книге тоже есть частичка вашей, Могочинской уже, вашего Могочинского района. Я пишу про это. И в первой части пишу, и во второй части книги пишу. Конкретно вот про наши места, где прошилку зимой, про трассу Амур, когда у меня герой едет, ну, так сейчас на память процитирую. Он ехал по трассе Амур, поземка белыми змейками кружила по дороге, и дорога велась с увала на увал. И это было где-то между Могоча и Жирикеном. То есть вот так мы, региональные писатели, мы делаем, пишем из книги в книгу. Каждый из нас, мы пишем летопись нашей земли. Вот вы знаете, я когда была на конференции, на международной конференции фантастики в 2015 году, ко мне подошел писатель из Петербурга, и он мне сказал, расскажите мне о Забайкалье. Я так задумалась и думаю, а как можно рассказать о нашем Забайкалье, вот нашем необъятном Забайкалье, у которого степи бескрайние, у которого тайга вот такая красавица, у которого реки чистые, из которых мы просто пьем воду, не боясь, что что-то с нами будет. Я ему сказала, вы знаете, вы приезжайте к нам, приезжайте, поживите, и тогда вы только, наверное, сможете про него написать. А мы здесь живем. Мы живем, мы твои, свои. Кто-то член Союза писателей, кто-то не член Союза писателей, но мы все пишем летопись нашего времени. И я вот еще хочу сказать такое. Я сейчас пишу книгу историческую о войне Советского Союза, субфонии. Очень сложная книга. Я собираю материал прямо по крупицам. И, вы знаете, я вот беру, мне надо было вот узнать о том, какой была Де Таурия в 45-м году. Нет вообще никаких описаний, никаких фотографий, вообще ничего нет. Я с трудом у таких вот писателей региональных где-то, вы знаете, с трудом собрала картинку того гарнизона Даурского, какой он был в 45-м году. И так вот, вы понимаете, каждый раз, когда ты ищешь материал, и ищешь его о нашей завайкальской семье, ты обращаешься к творчеству вот этих тружеников пера, которые пишут эту летопись. И я вам очень благодарна за то, что вы сохраняете для будущих потомков. Может, они сейчас и не читают наши книжки, но вы знаете, когда они повзрослеют, им это надо будет, очень надо. И поэтому ваш труд, он будет оценен там, в будущем, потому что, да, есть какие-то документальные записи, какие-то там цифры, что-то, но вот настроение, быт, нравы, говор, одежду, это только может написать писатель, который живет среди народа. И поэтому, вот знаете, праздник Забайкальской осени, это он во славу тех, кто создает, ну да, мы летописцы, вот я бы так нас назвала, которые создают летопись нашего края. Большое спасибо. И книжки вам в подарок. Читайте. Баль Георгий Павлович, родился в Гомеле, Белорусской ССР. Учился в Новосибирском электротехническом институте связи. Прозаик и поэт, член Союза писателей России, член Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации Союз писателей России. Проживает в поселке Жирикен Чернышевского района Забайкальского края. Георгий Павлович, приглашаем вас на сцену. Я тоже с гостинцами. Как без них нельзя в гости ездить? Не примут и с порога выгонят. Тут забыли добавить немножко. Я к Могоче имею отношение. В общем-то, я сейчас в составе команды пенсионеров Могочевского регионального центра связи. Так что, наверное, я взял кое-что прочитать из своих стихов. Давайте так. Как только вам надоест, вам не сразу скажите, хватит. Нет, у меня книжка большая, я могу читать долго. Я не зря начал про пенсионеров. В общем-то, я начну с пенсионных стихов. Пень сиял. Гаснет день. Ниже солнца корел. Мне лень шевелить свою тень. Старый дубовый пень. В прошлом тенистая сень. Этот пень я. Да здравствуй, пенсия. Мне лень шевелить свою тень. Но, знаете, не получается. Вот вроде бы, а тут кто-то даст им корень. А больно. Не бойтесь старости. Бояться надо усталости. Не бойтесь бед, не бойтесь лет. Бойтесь нет сказать в ответ, Когда любви вечерний свет Вас озарит на склоне лет. Бояться не надо старости. Бойтесь души усталости. Стареем. Стареем и Бог, Появив сострадание, Чтоб мы не жалели О прошлом, был он. Сначала у нас Убивает желание. Возможности наши Гибнуть потом. Самое страшное слово Не хочу. Не хочу. Вот не должно быть у человека Такого слова. Оно болезненное. Ветер. Фонарь качается, Точно маятник ночи. Снег идет, не кончается. От Читы до Могучи На покровни снежинки. А сегодня прорвало. Засыпает ложбинки, Покрывает увалы. Снег идет, не кончается. Ни тропинки, ни стежки. Где-то ждут, дожидаются. Не гаснут окошки. Ночничок над кроваткой, До фонарь порога. У иконы лампадка Освещает дорогу. А гадек только свечки. Тем, кто ныне в пути, Пусть к родному крылечку Помогает найти. Пусть к родному сторонку, Путь к родному порогу. Там, где мать, над иконкой. Тихо молится Богу. Ну, мне очень много приходилось. Я живу в Жерекине, А работал в Зилово. Это 40 километров туда-обратно. И все время утром поездом, Вечером поездом. Это было уже как бы привычно. Идет по вагону красавица. Ключами и громко звеняют. То хмурится, то улыбается. Идет она мимо меня. Эх, выглядит. Нас-то моложе. А может, тряхнуть стариной? Ведь мне улыбнулась, Похоже, улыбкая. Она неземной. Идет по вагону красавица. Но как обратиться к такой? Мадам, госпожа. Нет, не вяжется с неброской Ее красотой. Ни что-то из детства далекого. Из сказок, блин и баллад. Как гнева, глаза с поволокою. И встать ей движение в лад. Я к ней обращаюсь. Сударушка. Коснувшись руки не означает. Я к ней обращаюсь. Хозяюшка. Нельзя ли попить с вами чай? Она улыбнулась застенчиво. Спасибо. Недавно пила. Ну что ж. Это нам делать нечего. Она на работе дела. С улыбкой подаст она чаю нам. Постель в постель и уйдет. А ночью не спится отчаянно. Прошедшим годам веду счет. Считай, не считай, уже пройдена Почти половина пути. И что-то потеряно, найдено. А что-то вовек не найти. Любые дороги кончаются. Ведущая в храм. Не вертел. Уехала дальше красавица. А вот сожаления нет. Спасибо за чай, хозяюшка. Сперва налюбуюсь с тобой. Счастливой дороги, сударушка. Я вслед помашу рукой. А если мне ночью не спится? То тут ни при чем, проводница. Надо радоваться, не печалиться, что тебе еще девушке нравится. Сейчас хотел бы найти. Вообще-то, понимаете, электромеханик. В общем-то, ну кто, если есть здесь люди, близкие к электротехнике, они, наверное, понимаются. Мне, когда я учился в институте, достался бы в томник. Иностранный автор, сейчас не скажу, вылетело. Искусство схемотехники. Вы понимаете, что вот именно составить схему, грамотно написать, ну это наравне, как написать музыкальное произведение. Ее можно нарисовать, написать схему так, что ее не сможешь прочесть. Вроде все правильно, а читать неудобно. А можно так вот открыть, гляну, и все ясно. Но это мало. Надо еще ее и собирать. И монтажная схема, принципиальная, это здорово отличается. А мало того, еще монтажку составить, а потом еще исполнить ее. Это тоже искусство. И я считаю свою работу электромехаником, ну, наверное, близко искусству, она многое дает. А, в общем-то, любая работа дает много. Люблю на даче лето, люблю вставать с рассветом, только я совсем не об этом. Нелегко. Нелегко быть поэтом, когда еще женат при этом. Живешь с супругой много лет, что ты поэт, ей дела нет. Что сочиняешь ты сонет, до этого ей дела нет. Что ты поэт, ей дела нет. Ты ей принес цветов букет, зовешь идти встречать рассвет. Она ворчит тебе в ответ, когда построишь туалет. Что ты поэт, ей дела нет. Ты бесполезен с ней в спор. Перо меняю на топор, пилю, строгаю, калачу и потихонечку ворчу, что я стихи писать хочу. А, впрочем, даже и поэтам не обойтись без туалета. Аплодисменты. Гозаики. Наверное, так же, как и стихи, я пишу, в общем-то, о том, что вижу, о том, что меня окружает. У страха рога велики. Мы привыкли глаза велики. А вот стоит подумать, а почему мы вообще-то боимся рогов? И вообще, и почему, что такое страх? Страх страшная вещь. Когда человек чего-то боится, вы знаете, и жить неохота. А чаще всего мы боимся то, чего мы не знаем, чего не понимаем. А когда разберешься, поймешься, а что тут было бояться-то, оказывается. Да вот, наверное, эта книга, это первый рассказ, чего дед боялся. Есть рассказ «Чемпион». Это о подростке, в чем-то, может быть, даже немножко мои чувства там, не события, я чувствую описаны, о том, я тоже тонул и тоже боялся глубокой воды. Вот именно вот этого зеленого омута. А я с Белоруссией, у нас реки несколько иные, и омут у нас обязательно илистое, густое дно, опутанное травой. И когда там тонешь, и когда у тебя этот холод почти по колено ило, а потом вот эти вот водоросли, то научиться, в общем-то, перестать этого бояться, ну, было довольно-таки сложно. Сейчас я земноводная, мне... Я не могу жить без леса, без озера, без воды. И мне как-то вот, когда кто-то боится там растения, водоросли, да потому что, они же не канат, они рвутся, и плывешь спокойно. Последняя повесть, она написана по воспоминаниям моей матери. Вы понимаете, вот мы многого не знаем. И я долгое время не знал о том, что у моей матери три сестры, они послевоенные. Я не знал, что у матери в августе 41-го года был брат, который погиб в январе 42-го. И вот когда мать... Ну, как, пока мы были молодые, мать, в общем-то, особо и не рассказывали, и родители не любили вспоминать о войне. И вот когда стала мать рассказывать, а тут еще воспоминания тещи младшего брата, вот на этой основе была создана пояс Иванкин Крест. Затрагивай, и я говорю, вот если начнете читать книгу, наверное, первая страница, первая половина, и вторая половина это книги, написанные разными людьми. Вот так вот бывает. Живет во мне и то, и другое. Где-то я живу с юманом, где-то со смешком, а где-то перестаешь смеяться. Становится не до этого. А эту книгу мы писали вместе с внуками на даче. Нет, ну, сами знаете, на даче вот дождь, погода плохая, не влез ни на озеро. И я рассказывал детям, вернее, мы вместе дополняли, сочиняли, придумывали. И, в общем-то, эта книга, не столько даже рассказ, эта книга задает больше вопросов. Здесь мало ответов. А больше вопросов, когда читаешь ее, задумываешься, а вообще-то действительно, почему так и что будет? Мы не задумываемся над тем, почему боги умирают. Я вот задал в школе детям вопрос, сколько вас сидит крещеных? Поднялся, довольно-таки много рук. Сколько из вас верит? И подняло руку три-четыре человека. Ну, это хорошо, это честный ответ. И вот в этой книге «Гибель страшного града» здесь поднимается вопрос о гибели богов, почему целое племя людей отрынуло прошлых богов. и все-таки оно пришло к тому, что без веры человек не может. Почему оно приняло? Ну, а приключенческие сюжеты, антураж, ну, ребята, не будет интересно читать, если не будет этого, если не будет про любовь, если не будет пиратов, бандитов и прочее. но этого в жизни нам тоже хватает. Книги я оставлю, там еще добавлю еще по экземплярам, так что если кому-то что-то интересно, возьмете, почитайте, я надеюсь. Спасибо. Попов Валерий Викторович, забайкальский поэт, общественный деятель. Валерий Викторович, приглашаем вас на сцену. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своем творчестве. Да. Дорогие друзья, добрый день. Праздник книги «Забайкальская осень» это прекрасный праздник. В основании этого праздника был Георгий Рудонщик-Граубер, замечательный писатель. И, конечно, благодаря его усилиям, его друзей-провожателей этот праздник существует. Большое спасибо муниципальному району, Магодичский район, межрайоны библиотеки, что пригласили нас на эту встречу. Хочу сказать большое спасибо Крайовой библиотеке Микушкина за то, что пригласили участвовать в этом вечере. Спасибо. Я хочу познакомить и немного напомнить о творчестве наших замечательных забайкальских писателей, забайкальских поэтов. Вот в село Акша живет, наверное, известный на всю Россию, не только забайкалье, писатель Борис Магодич Макаров. Ему 83 года, живет в село Акша. Не в Чите, не в Иркутске, не в Москве, а в село Акша. Но его знает вся Россия. Ну, это огромный, огромный талант. И он полон сил, энергии и продолжает трудиться. Вот в этом году вышла в свет его книга «Золотые зимородки». Прекрасная книга, пожалуйста, посмотрите ее, почитайте, она есть в библиотеке. Я хотел прочесть два стиха из этой книги. Эту книгу спонсировал. Дело в том, что издать было трудно, но нашлись спонсоры. Одним из спонсоров был знаменитый на весь мир скульптор Даши Бальжанч Нандаков, который сейчас в селе Укурик строит замечательную детскую школу искусств арт-парк Тужи. И вот Борис Макаров посвятил этому тоже великому человеку скульптору своей стихи. Борис Макаров великому скульптору даже не имя Нандакову. Ярко мерцают стыденные звезды росинок, в рощах с ручьями о чем-то лопочат дожди. Светлые реки и светлые зори России детям и внукам своим передать бы должны. Пусть над озерами в полночь играют зорницы, в темных глубинах тревожа столетних самов. Пусть поднимаются к солнышку звонкие птицы, ветви черемок ложатся на крыши домов. Все это надо, чтоб люди счастливыми были, словом хорошим когда-нибудь вспомнили нас. Все это надо, чтоб люди Россию любили. Завтра не меньше, чем любим ее мы сейчас. Прекрасный стихи. Еще один стих, он посвящен маленькой девочке, которая живет в семье Акша, Ксении Некрасовой. Стихи замечательные. Храните Родину мою, Храните Родину мою, и лично мне не надо больше. Свои невзгоды, беды, боли от вас я в сердце утаю. Храните Родину мою, Храните Родину мою, на остальное ноль внимания. Пусть не найду я понимания, в краю, в котором я упою. Храните Родину мою, Храните Родину мою, ее берез не забывайте, ее снегов не покидайте, меня, стихов моих не знайте, но эти строки повторяйте. Храните Родину мою, храните Родину мою. У меня в руках бесценное сокровище. Это новая книга Бориса Макарова, книга детских стихов. Это рукопись. Он мне прислал, для того, чтобы подводить к публикации. И как только мы найдем деньги, она будет публикована. Десять прекрасных детских стихов. Я просто один прочту, как презентация книги. Котята. Вон в углу в казино спят пять малюсеньких котят. Подарила кошка Мила нам их двадцать дней назад. И теперь у нас в квартире есть кошачий детский сад. Не похожи друг на друга у меня котята все. Черный-черный, будто уголь. Белый-белый, будто снег. Рыжий, солнышко рыжее. Серый, цвет в облаках. Пестрый, в мире всех пестрее. Пестрых пятнышках бока. Очень любят все котята. И поспать, и поиграть. Помогите мне, ребята, имена котятам дать. Такие прекрасные, светлые детские сцены. Михаил Алексеевич Вещенков. Замечательный бакальский поэт. В этом году, да, премию вручили заслуженно Алле Георгиевне Зарвиной. Хотелось бы напомнить память о этом великом поэте, замечательном поэте. Один стих. Даурский погульник, реликтовый старец, Как пахарит, трудятся корни твои. Живучий, колючий, упрямый кустарник На северных склонах сибирской земли. Вдоль темных оврагов Песчаники рыжим. Везде, где проходят сильные пути. Задача не просто все пиццы и выжить. Задача так буйно и ярко цвести. Ну и хотелось бы напомнить еще одно имя. Вы все его знаете. Андрей Побожий. Я преклоняюсь предным человеком. Ну ему сейчас около 40 подходит. Но для меня это молодой человек. Представляете, человек болен, церебляет по палачам. Но пишет такие светлые стихи, такие добрые стихи, полные силы, энергии. Другой мог бы сидеть на жизни, да, обижаться. А он пишет стихи. Я прочту один стих. Помолитесь за Россию. Помолитесь, люди, за Россию, Глядя во святые купола. Пусть увидит небы литургию, Пусть звонят во всю колокола. Не отрячься от полей пшеницы, Не забыть бездонный небосвод. Возвратятся с юга снова птицы В день, когда богульник рассветет. Там, где шепчут русские березы, Над ковром зеленых майских трав, Крупные нетронутые росы Усмеряют ветра, дикий нрав. Океан Таги и море Сопок Небольшая часть большой страны. Сколько в них для глаза Милых тропок, Сколько громогласной тишины. Чтобы не допустить В судьбе стихию, Чтобы жить любя, а не рубя, Помолитесь, люди, за Россию. Помолитесь, помолитесь, люди, за себя. Вот такие прекрасные стихи Пишет Андрей Рабон. Я эти книги оставлю Библиотеки в подарок. А сейчас прочту Своих стихов. Азабайкалье. Домой. Домой. Я вернулся домой К своим лучшим друзьям, К своим сопкам и соснам, И к белым березам, К березовому небу, К таежным ручьям, И к высоким-высоким Таинственным звездам. Я вернулся домой В свой богуловый край, К золотистому солнцу И синим озерам, В своей детской реке С полосой и гника, И бескрайним степным И певучим простором. Пусть мой край и суров, С задаенной красой, Но до боли в груди Родной и любимой. Моя Родина здесь. Я вернулся домой В край мой светлый И Духом Господним Хранимый. Спасибо. Здесь ручьяна песня, О Мабочи. Да, хорошо, Когда люди любят свой край, Подсчитывают ему стихи и песни. Я также написал стихи О моем любимом городе Чита. Любимый город. Есть в средь горных Таежных хребтов, Где сияет красой ингода, Самый светлый из всех городов. Мой любимый город Чита. Над ним небо бездомная синь, Ночью звезд Мирядов миры, Тишина изумрудных долин, А на сопках Багула костры. Люди Помнят Здесь Веру Отцов, И как стрелы Их души Прямы. Если любят, Не знают таков, Если дружат, До смерти Верны. Рассветай же, Мой город, Расти, Твоя жизнь Пусть Не знает Конца, Пусть Тебя, Как солнца Лучи, Всегда Греют Наши Сердца. Спасибо. Ну и в заключении я исполню песню, Та же авторскую песню, Посвященную нашему Любимому Заблокальскому краю. Камерная Камерная Тобица, Шопсановка. Веку Погула Поглавить Рукой На рассвете Ладонях Озявшую Каплю Росы Отогреть. Спасибо, Господь, Что на этой Прекрасной Планете Ты дал Мне пожить И когда-то Потом Умереть. Детскими Снами Уберут Облака В синих Выси И я Вслед за ними Мечтами Куда-то Плыву. Спасибо, Судьбешка Под небом Любимой России. Я Вырос И сын Бегет Верных Живут Дымкой Сиреневой Вечер Облак Толдовины Земля Засыпает Внутоного Неба В руках Пусть Жизнь Ее Будет Не скончая Подлинной А свет Никогда Не удаст Ваших Ваших Сердцах Пусть Жизнь Будет Ваша Счастливой Винной А свет Никогда Не удаст Ваших Сердцах Ваших Совет Счастливой Пусть Ваши 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 Не удастся Ваши 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 Счастливой Ваши Ваши И книга, и книга «Локая корона». Поет Евгений Иванов. Встречайте! По пути по бескрайним дорогам России идти И найти то, что самое ценное в каждой груди. Посмотри в их глаза, сколько сил, чистоты и добра. Значит, наша судьба, ведь об этом простые слова. Песня нам помогает в дороге, как тонкая нить. Что лежит серебром, освещая небесную ввысь. Песня строить и жить помогает, потому у нее не бывает Ни форматов, ни редакторов, только ваша любовь. Песня, как ветер, вольная птица В каждое сердце вдруг постучится Двери откроет, ай да от грусти И от себя никогда не отпусти И от себя никогда не отпусти Знаю точно, где мой адресат и малиновый свист День победы, вот с горочки кто-то запел гармонист Про себя повторишь снова в слово То, что в голос сорваться готова Развернется душа в песне Жизнь до чего хороша Песня, как ветер, вольная птица В каждое сердце вдруг постучится Двери откроет, ай да от грусти И от себя никогда не отпусти И от себя никогда не отпусти Песня, как ветер, вольная птица В каждое сердце вдруг постучится Двери откроет, ай да от грусти И от себя никогда не отпусти И от себя никогда не отпусти Слово предоставляется Людмиле Григорьевне Вавиловой Директору общеобразовательной средней школы номер 92 Спасибо вам, что приехали на Могуческую землю Спасибо за теплоту Искренне, вы такие славные, хорошие Мы с ребятами будем продолжать изучать Ваши произведения на уроках Родной русской литературы, да? Спасибо, истерия О современных писателях и поэтах нашей малой родины Известно не очень много Казалось бы, обычные люди Но в суете постоянных забот Они не перестают удивляться красоте родной земли Видеть то, что для многих из нас стало привычным и незаметным Они учат нас гордиться своей малой родиной И тут нас к мысли о том, что таланты рождаются Живут и создают гениальные произведения Не только в столицах, но и в отдаленных уголках нашей страны Произведения наших писателей и поэтов Поражают искренностью, добротой, любовью к нашему краю Его природе и, конечно же, людям Главная их черта – чистота и открытость душ И мы желаем вам творческих успехов Вдохновения и благополучия И примите от нас в дарь эти небольшие подарочки Мы уже подарили свои книги все Я тоже Но у вас есть еще одна школа 92-я И я хочу подарить вашу библиотеку Свои книжки, те, что у меня есть Я буду рада, если вы будете читать с ребятами Особенно вот эту книжку Да Вам и как против, да? Спасибо В Живетенской школе там те рассказы у нас изучают Вы знаете, странно, вот мы много говорили о всей красоте природы А прочее Почему-то не прозвучало ни одного стихотворения о любви Вот вы понимаете, вот как это вот лирика и без любви А тем более здесь сидит молодежь Пенсионерам я прочитал Можно прочитать для молодых? Все как прежде И все не так Так же листья летят За окном листопад Только что-то при встрече с тобой я порой говорю не попасть До утра мне порой и ты снишься И сквозь утро я вижу тебя И как доброе заклинание про себя повторяю слова Как любовь моя нежная, милая Без тебя белосветный не лил Разве было мне что-то дороже? Разве что-то я крепче любил? Я шагаю сквозь лунные просьбы Тебя за руку чуть держал И по этой отчаянной осени Расклескалась моя весна Но знаете, любовь вообще-то Штука странная Поэтому, наверное, совет вам всем Нам всем Начните утро с объяснения в любви Не посторонне у кому-то Себя, себя любимым назови Чтоб стало добрым твое утро Не наводите им на плетель Пример прутков Будь кратко мудрым Ты видишь женщин целый день Себя взверцали только утром Любить красавицу легко Пусть безответно, пусть взаимно Легко в зеркальное стекло Шепнуть свое с любовью имя Любовью сам себя погубишь Нарцисс Начнут тебе твердить Но коль себя сам не полюбишь Другим тебя не полюбить Приняв все ваши возражения Любовью я себя не оскорблю Шучу Я хохочу над отражением Но все же я себя люблю Наверное, последняя осенняя Ты помнишь? Первый смех Так неожиданно упавший И наш веселый смех И дни печали нашей Еще листва не облетела И весело журчала ручей Печуга серая Свистела снежку Ты чей? Ты чей? Ты чей? Как странно все перемешалось Зима и осень Грусть И снег Любовь лишь только начиналась А на нее Ложился снег Уважаемые друзья В самом конце я тоже хочу присоединиться к выступающим На замечательной Могочинской земле Вы заметили, как нашим писателям у вас хорошо Они просто не хотят уходить Им все хочется все больше и больше с вами общаться Читать свои стихи И, наверное, Могочинская земля Навеет еще какие-то мысли Какое-то вдохновение Да, с нашим писателем Они когда приедут Еще что-то замечательное Напишут, подарят нам Но я не человек не творческий Я не писатель Я библиотекарь Библиотекарь Да И представляю самую крупную библиотеку Забайкальского края Забайкальскую краевую библиотеку имени Пушкина И сейчас я хочу выразить огромную благодарность Извините Коллективу Межпоселенческой Центральной районной Библиотеки Цивилева Ирине Геннадьевне лично За гостеприимную встречу на Могочинской земле И за хорошо организованные, спланированные мероприятия Библиотека у вас, уважаемые друзья, отличная Ходите в библиотеку, читайте книги Тем более забайкальские писатели привезли столько книг И я очень надеюсь, что вы все их прочитаете Так как сегодня литературный вечер И мне тоже захотелось прочитать что-то поэтическое И закончить его замечательными словами Все ли знают поэта Марка Сергеева? Кто-нибудь читал? Да? Да? Вот старшее поколение читало На самом деле Марк Сергеев стал настоящим певцом Забайкальской осени У него очень много стихов, посвященных литературному празднику Я пыталась найти, потому что, к сожалению, не все помню На память дождливая осень и ветер не сносен На целой земле мокрота Но есть все равно забайкальская осень И солнечный город Чита Это то, что я вспомнила на память А вот еще его стихотворение Состояние тихой грусти Сопки цвета осенней хны Облака, как большие грузди, аккуратно закруглены Гуси в заводях не гогочут Звезды падают на траву Еле слышно плывет могуча В предвечернюю синеву Так легонько плывет неходка По надеждам и по мечтам Целый город, большая лодка Сопки рыжие по бортам И дома проступают грузно И огни за строкой строка Мы с тобой пойдем по грузди Принесем домой облака Пусть волнуется, пусть хлопочет Удивляется два часа Пусть поверует вся могуча В небывалые чудеса Спасибо Дорогие могучницы, я буквально два слова Я хочу сказать Хвалу вашей администрации И позавидовать вам честно от всего сердца Потому что у вас такая шикарная библиотека Вот я где была, куда ездила Но вот я такую вот Ну может где-то еще есть Но такую красивую я вижу первый раз И вы такие добрые, светлые Что мы хотим От нашей писательской организации Сказать вам огромное спасибо За ваш прием Можно я добавлю буквально три слова Тут в прошлом году говорили Вообще-то нужно на Забайкальской осени Поставить памятник русской литературы И вот Елена Владимировна знает, помнит, наверное Вы знаете, как он выглядит? Это вот такой вот писатель Замученный, усталый Нет, ну он поправляет Оказывается, нет Но дело в том Со двух сторон Его поддерживают Учитель литературы И библиотека Потому что без библиотеки Мы писатели Учителя литературы А зачем мы нужны? Елена Владимировна И вам большое спасибо На этом наш литературный праздник Забайкальская осень 2021 Объявляется закрытым Благодарим вас за внимание Продолжение следует...